Вы знаете, вообще-то визит был очень интересный, он так и готовился, как, ну я бы так сказал, по-русски. За месяц нам говорят, вот, задача, необходимо через месяц выполнить перелет Соединенные Штаты Америки, и там произвести воздушный бой с самолетами F-15, F-16, ну там уже на месте, в общем-то, разберутся. Ну вы должны подготовиться, вот, показать там пилотаж одиночный, парный, и двумя самолетами осуществить перегон, перелет туда. Ну, естественно, задача ставится, ее нужно выполнять, правильно, мы люди военные. Поэтому мы сначала определились, к какому воздушному бою необходимо подготовиться, что мы можем за этот период сделать, подготовить, какой пилотаж, там, парный, одиночный и так далее. Вот, когда начали изучать более подробно, что с какими самолетами нам придется проводить воздушный бой, то, сравнивая характеристики самолета F-15 и Су-27, практически ни в одном диапазоне высот и скоростей мы не могли найти области, в которых преимущество имеет Су-27. Везде F-15 побеждает Су-27. Это я хочу сказать еще по поводу и рекламных данных, которые насаждаются везде, в том числе и в наших секретных документах. Настолько удачно у них все получалось в этом плане. И когда мы туда летели, в общем-то, мы тренировались в процессе перелета. Летели, кстати, без технического состава, большую часть маршрута. В Новосибирске мы приземлились, выполнили пилотаж, приземлились, заправили сами самолеты, солдатику показали, как отсоединить ОПА после запуска и порулили, полетели дальше. И на каждом аэродроме мы тренировались. Мы же понимаем, что времени нет уже, у нас осталось два аэродрома, Тикси и Анадыр. Вот поэтому, по возможности, мы тренировки проводили на этих двух аэродромах. Ну а затем, интересно, когда мы по маршруту Анадыр-Элендорф встретили нас, F-15, с боевыми ракетами. На встречник пришли. Потом сзади пристроились и, в общем-то, таким образом сопровождали нас на эту базу. Ну, мы, естественно, пришли на их базу. Нам тоже тренировка нужна. Мы попросили... А вы тогда первый раз в жизни увидели потенциального противника? Да, первый раз в жизни. В воздухе? В воздухе, да. И что там, как, вот тут вот? Не, вы знаете, все нормально, но только очень удивительно, что, ну, гостей вроде так не встречают с боевыми ракетами. Ну, они с дежурной звена подняли свою пару, она пришла к нам на встречу, вышли, встретили нас. И завели, так сказать, нас в аэродром, где мы выполнили пилотаж пары, потом одиночно. Ну, и после этого уже сумерки, ночь наступает. А у нас по плану еще дальше маршрут был. Еще 2600 километров нужно было пролететь. Ну, мы уже посчитали, что все, наверное, на этом закончится. Ну, как у нас, если заявку сделали, то через 2-3 часа только добро выдадут. А тут буквально через 15 минут, пожалуйста, летите. И вот здесь взялись нас сопровождать F-15. И мы сразу начали уже изучать их характеристики. Почему? Потому что когда вырули на полосу, они взлетают, мы за ними. Смотрим, они взлетают на полном форсаже, а мы на минимальном. Ну, что, чтобы удержаться. Ну, уже, так сказать, изучаем тех вооруженность самолета и так далее. Когда мы прибыли на базу, мы пролетели, в общем, всю Центральную Америку и сели на базе Лэнгли. Это штат Вирджиния. Вот. Нас специально F-15 увели в океан Атлантический и держали до тех пор, пока у нас топливо не закончится. И только тогда, когда мы уже говорим, ну, все уже, ребята, у нас уже скоро аварийный остаток, только тогда нас вывели на аэродром, говорят, ну, теперь, пожалуйста, садитесь. Это из-за того, что мы просто не демонстрировали никаких маневренных возможностей наших самолетов. То есть на тех аэродромах до предыдущих, в общем-то, разрешали, но они все это засняли, передали. И, в общем, на самой базе Лэнгли нам не дали такой возможности. Потом, когда мы им говорим, ну, что ж, заявка была на воздушные бои, там, ну, давайте, мы над аэродромом, если нельзя никуда уходить. Нет, 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 нас запрещено, у нас здесь НАСА, у нас здесь то. Ну, понятно. Мы вам свой покажем пилотаж. Я в 15-й взлетаю. Пилотировал его очень опытный летчик, и видно, что он пытается с него выжать все. А мы-то смотрим, нам же интересно, не просто пилотаж смотрим, мы смотрели возможности его маневренные, потому что нам же воздушный бой все равно с ним вести. Вот тут они, в общем-то, неправильно тактически поступили. Почему? Ну, не дали вы нам слетать, ну и не надо. Но зато они показали, и мы сразу определили его слабые стороны. И с этого диапазона, скоростя менее 600-650 км в час, это наш диапазон полностью, где Су-27 превосходит F-15 чуть ли не в полтора, 1,8 раза. И этого было достаточно. И когда мы все-таки с ними обговорили воздушный бой, полетел со мной начальник, командир базы, с задней кабины, как объективный контроль. А на F-15 полетел наш помощник воздушного атташе. Пришли в зону, первое схождение, он проигрывает. Потому что я сразу ее затягиваю вверх, он теряет скорость, естественно, в диапазон менее 650. И там Су-27 заходит запросто ему в воздушный бой. И таких несколько. Этот уже, я слышу, командир базы своему этому, Лёдь, то что ж ты, мол, это самое? Ага. Поддаешься. Он говорит, я ничего не могу сделать. Вот такая вот ситуация, она интересная. А вы представляете, как для нас тоже интересно. Это впервые, вот все время как бы готовились, изучали своего вероятного противника, как воевать и так далее. А тут реально такая возможность предоставила. То есть все, чему учили, в общем-то, здесь как раз и пригодилось. А потом полетел мой ведомый, правда, царство небесное, Георгий Карабасов погиб на спортивном самолете. Вот что, печально. Вот. Ну, я ему рассказал, говорю, Жора, вот все, что мы обсуждали, это железно. Как только ты ее увлекаешь вверх, естественно, он теряет скорость и он, и мы. Ну, там уже Су-27 его делает запросто. А там еще сверху фотограф на F-15 на «Спарке» снимал вот этот весь воздушный бой. Ну, когда они сошлись, Георгий расходится, он видит самолет. И он маханул сразу ему, заходит ход, смотрит, не тот. Он ищет, нашел этот, захотит. И свое противника то же самое наказывает. Прилетели. Вот после первого полета стоит этот командир базы, журналисты, и все к нему. Ну, как? Как прошел воздушный бой? Он говорит, да все прекрасно. Вот я впервые убедился, какие американцы, в общем-то, лукавые люди. Нет, а что? Ну, я говорю то, что я, в чем я уверен, понимаете? И вот этот командир базы, его спрашивают, ну, а как воздушный бой? А он говорит, а примерно на равных. Можете себе представить, да? Я стою рядом с ним. Переводчик, он все переводит. А я переводчик спрашиваю, правильно переводил? Он говорит, да. Думаю, ну, что тут говорить? Главное, меня не спрашивают, спрашивают его. Ну, может, и хорошо, что меня не спрашивали. Мы вроде как в гостях. Ну, понятно. Вот. И он им все рассказывает, ну, в общем, примерно на равных. Именно наш переводчик тоже подтверждает. Вот поэтому это первая моя встреча такая. Вот и первый вот такой неприятный инцидент. Ну, а второй инцидент был еще неприятнее. Вот. Но он вообще меня поразил. И, в общем-то, я ничуть не сомневаюсь, так сказать, сегодня. Потому что после первого визита я уже убедился. Ну, американцы вот никогда нам друзьями не будут. Если в воздухе бросают людей в тяжелые, так сказать, трудные ситуации. Да, я помню. И мы их просим. Вы нас не бросайте, потому что у нас навигации никакой нет. У нас тогда еще и GPS-ок не было американских, чтобы можно было использовать и долететь до своего аэродрома. Они бросились спокойно и ушли. А потом на земле подходит этот командир эскадрильи и спрашивает, ну, что Джорджи? Спасибо.